7 тысяч детей из Чебоксара отдохнут этим летом в загородных лагерях и около 10 тысяч в пришкольных. Детские учреждения летнего отдыха уже готовы принять ребят. Они прошли все проверки. В некоторых сделали капитальный ремонт, а где-то установили новые веранды. Эти и другие вопросы обсудили на еженедельной городской планерке. Для комфортного и безопасного отдыха детей в этом году из бюджета города выделено более 81 миллиона рублей. В каждом лагере нашлось, что отремонтировать. В лагере «Волна» это ремонт кровли, это ремонт пищеблоки, облицовка стены пола, моечной кухни, покупка новых веранд и так далее. Наибольших вопросов было в прошлом году по лагерю «Бригантина» перед открытием. Поэтому средства, определенные на данный оздоровительный лагерь, позволили полностью обновить водоснабжение в данном муниципальном лагере. В частности, была проборена новая артезианская скважина, установлен новый водовод. Таким образом, дети получат чистую, качественную воду. В лагере «Березка» капитально отремонтировали пищеблок, обновили бассейн, который пять лет не работал. Построили веревочный парк. В каждом загородном лагере организована охрана. Работают видеокамеры, оборудованы кнопки тревожного вызова. Также все лагеря оснащены необходимыми средствами пожаротушения, автоматической пожарной сигнализацией. В ходе проверки управлением Роспотребнадзора 10 нашим пришкольным лагерям были выписаны предписания на устранение выявленных недостатков. Всего было указано 46 замечаний. В основном они касались по расстановке технологического оборудования в пищеблоках, по установке моечных ванн и других деталей, которые необходимо было сделать перед открытием пришкольных лагерей. На сегодняшний момент все замечания устранены, все пришкольные лагеря получили положительные санитарно-эпидемиологические заключения. Также на совещании в администрации города обсудили ремонт дорог. В Чебоксарах до 10 сентября должны завершить все работы по программе «Безопасные и качественные дороги». Но по некоторым дворовым территориям еще даже не объявлены аукционы. Алексей Ладыков поручил управлению ЖКХ города разобраться с подобными вопросами в кратчайшие сроки. Татьяна Трофимова, Татьяна Раевская, Игорь Зверев, Республика.